В апреле этого года арт-центр имени Марка Ротко отметил свой восьмой день рождения. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, это место по-прежнему закрыто для посетителей. Однако Центру искусств есть что показать своим будущим гостям. Были завершены многие ремонты и полностью изменена экспозиция в блоке А, ранее целиком посвященная творческому пути мэтра абстрактного экспрессионизма. Теперь это пространство превращено в долгую экспозицию, найденную в коллекции, которая представляет собой своеобразный дневник арт-центра. Этот проект первый и посвящен нашему восьмилетию центра. И мы дали такое символическое название «Найден в коллекции», потому что коллекция большая и мы действительно могли найти. И один из пунктов было пересмотреть наш основной сектор А, где до сих пор был дигитальный проект в первых двух залах, показывая творчество и жизнь Марка Ротко. Содержание, дигитальные панели, они сохранены, они перенесены более ближе к оригиналам. Но залы мы решили предоставить на длительный срок, показывая будущем работы, которые находятся в нашей коллекции. Мы хотели показать наших долгопилских художников, которые работали, творили в конце прошлого века, которые творят еще теперь, и дали большой вклад в развитие арт-центра имени Марка Ротко своей деятельностью и своим почерком, работой. Выставка, найденная в коллекции, будет оставаться неизменной на протяжении двух лет, после чего она будет заменна другими работами, которые на протяжении долгого времени пополняли обширную коллекцию центра. Сегодня в фонде заведения числятся около 2700 объектов искусства. С момента открытия арт-центра здесь было проведено почти 350 выставок. Экспонировалось 18 оригиналов Ротко, организовано 47 международных симпозиумов, а общее число посетивших центр превысило 700 тысяч человек. Центр искусств не перестает надеяться на улучшение эпидемиологической ситуации и уже имеет планы по проведению симпозиумов на это лето, например, третьего международного биеннале керамики, чтя памяти творчества Петриса Мартинсона. Выставки, созданные на базе коллекции центра Ротко, будут также экспонироваться в Риге, Лепе, Шауляе и в витринах Даугупилса. В свою очередь сейчас, во дворе выставочного центра, каждый желающий может воспользоваться специально созданным арт-объектом «Стена разрядки-подзарядки», местом для интерактивного перформанса, в рамках которого любой может привести и разбить ненужную, треснувшую или надоевшую керамику, тем самым позволяя себе разрядиться от стресса и выплеснуть ненужный гнев. Превратить мешающие эмоции и веселые действия можно будет вплоть до осени этого года. Больше информации об активностях и проектах центра Ротко можно узнать на сайте rotkocenter.com. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.